Ну вот, смотрите, SEO-описание, обложку, заголовки, тайм-коды. Все это мы с вами подготовили буквально за несколько минут, используя искусственный интеллект. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и в этом видео мы с вами разберемся, как делать SEO-описание для своих YouTube-роликов. В том числе, как делать быстро тайм-коды без вот этого вот нутного записывания, когда что, на какой секунде произошло. Все это мы будем делать, используя искусственный интеллект. Смотрите, конечно, можно зайти в чат GPT, в Яндекс.GPT, неважно, куда-нибудь зайти, в какой-нибудь искусственный интеллект и сказать ему, слушай, напиши мне SEO-описание, вот тематика ролика, и он подготовит нам какой-то текст. Но этот текст не будет отображать суть. Наша основная задача, то есть нам важно для того, чтобы наше видео реально продвигалось, чтобы во время его продвижения люди, соответственно, кликали на него, смотрели и досматривали его до конца. Если же видео будет, то есть SEO-описание будет об одном, а видео будет совершенно о другом, то глубина просмотра вашего видео будет достаточно низкая, и, соответственно, оно не будет, его YouTube просто не будет продвигать. Для того же, чтобы сделать детальное SEO-описание для нашего YouTube-ролика, нам необходимо использовать искусственный интеллект для того, чтобы он проанализировал наше видео. Также он создаст нам тайм-коды и опишет полностью наше видео. Значит, я буду использовать в этом видео ChatGPT, четвертую версию, плюс я буду использовать магазин приложений от ChatGPT. Сейчас его еще нет в свободном доступе, но я вам покажу частично, как, соответственно, к нему можно получить доступ и использовать лучшие наработки для работы с YouTube-ролика. Давайте перейдем в ChatGPT, четвертую версию. Значит, здесь стандартно, да, что мы можем сделать? Мы можем попросить его написать SEO-описание. То есть, перейдем на свой, например, YouTube-канал. Я хочу выбрать какое-нибудь свое видео. Например, выбираем вот это свое видео. И давайте попрошу просто YouTube сделать SEO-описание для этого видео. Сделай. И он нам сейчас выдаст, в принципе, там неплохой результат, который мы можем просто взять, скопировать и отправить. Возможно, он нам здесь задаст какие-то вопросы, которые помогут его лучше понять, какое описание сделать к этому видео. То есть, стандартная четвертая версия ChatGPT. Я ему задал вопрос, сделал мне SEO-описание для видео с названием. И, соответственно, выбрал название. Это самый простой способ, как бы, сделать SEO-описание к видео. Но мы пойдем с вами немножко другим путем. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это создать своего бота в рамках ChatGPT для того, чтобы он делал нам полноценные SEO-описания для наших видео. Видите, он даже здесь теги выбрал. Ну, то есть, он по одному заголовку нам создал какое-то SEO-описание. Но я бы эти SEO-описания не использовал. Второй вариант, как еще рассказал, у нас есть возможность выбрать какого-то бота, который мы заранее создали. Который будет специализироваться, например, исключительно на SEO-описаниях к видео. То есть, нам необходимо создать бота, CreateGPT-bot. И, соответственно, уже здесь на этапе обучения. То есть, обучить его, рассказать, какая у него стоит задача. Например, делать SEO-описание к видео. Рассказать ему, что значит SEO-описание, почему к видео, для YouTube. И, соответственно, у меня есть такой бот. Я его создал самостоятельно. Я вам ссылку на него отправлю. Можете перейти, посмотреть на него, попробовать. Но это тоже не идеальный вариант. Но этот вариант уже будет намного лучше, чем мы просто будем говорить, там, ChargeGPT, сделай мне SEO-описание к видео. То есть, мы здесь его частично уже обучили. То есть, я ему уже показал, какие задачи перед ним стоят, какие требования перед ним я ставлю. И он уже не просто делает какое-то SEO-описание по названию. Он уже вот задает уточняющие вопросы. То есть, он спрашивает, кто моя целевая аудитория. Он спрашивает, кто является моим клиентом. Для кого это видео. То есть, он прежде чем сделать SEO-описание, он уже задает непосредственно какие-то вопросы. Для того, чтобы получить более информативную часть видео. Также мы можем сюда загрузить ему, например, какие-то субтитры с наших видео. То есть, мы автоматически генерируем субтитры. Например, с помощью приложения CapCAD, которое устанавливается также на компьютер. То есть, мы выгружаем туда видео. Нажимаем автоматическая генерация субтитров. Выгружаем файл с субтитрами. Загружаем в тот же там чат GPT. Либо вот в этот YouTube. Помощник YouTube, который я создал. Для того, чтобы он генерировал сиявописание. И это уже будет как бы еще лучше. То есть, он еще лучше нам проведет анализ. Если нам неохота заморачиваться с созданием субтитров. С выгрузкой этих субтитров. То мы можем попросить искусственный интеллект. В данном случае чат GPT. Посмотреть наше видео. Сделать определенные метки. Резюмировать наше видео. И уже на основе этих данных. Соответственно, создать полноценное SEO описание. Это третий способ. И именно об этом третьем способе я вам хочу немножко рассказать. Значит, что для этого нам необходимо? Нам необходимо зайти в магазин приложений. У меня есть... У нас есть телеграм-сообщество. В котором собрано очень большое количество полезных промптов. Полезных сервисов для работы с чат GPT. Один из таких сервисов это вот магазин приложений. Который сегодня уже функционирует. Таких магазинов большое количество. Я вот, например, использую несколько. Один из самых популярных я использую. Этот и здесь у нас есть YouTube Самморайзер. Что мы можем с ним делать? То есть оно такое по рейтингу достаточно высокое. Мы можем перейти, соответственно, в этот YouTube Самморайзер. И предложить ему провести анализ нашего видео. То есть мы выгружаем видео. Дальше даем ссылку этому YouTube Самморайзеру. И он анализирует. Кратко анализирует о чем наше видео. Плюс он тут же выставляет определенный тайм-код. Чтобы показать, как это работает. Я могу ему просто задать вопрос. Привет. Что ты умеешь делать? Делать. И он мне сейчас расскажет, на чем он специализируется. Какая его основная задача. И какую задачу он в данном случае может помочь нам выполнить. В данном случае он говорит, что он специализируется на создании текстовых сводок, транскрибации видео. Может обрабатывать видео на разных языках, разбивая длинные транскрибации на части. Также я предоставляю дополнительные детали, такие как ссылки на видео, количество просмотров, длительность, информация о канале, конкретные временные метки из видео. Если ты дашь мне ссылку на видео, я смогу быстро подготовить его содержание. Отлично. В каком формате я должен дать тебе ссылку? И сейчас он мне расскажет, в каком формате он должен дать ко мне ссылку. Сразу забегая вперед, смотрите, вот это вот все описание я делал именно таким способом. То есть мы можем увидеть, что есть здесь заголовок, само описание видео. Мы можем видеть временные тайм-коды, которые также мне дал чат GPT. И мы можем видеть теги, которые, соответственно, прописал этот бот. Он мне сказал, что видео нужно отправить ему вот в таком формате. То есть я копирую вот этот вот формат и копирую, соответственно, вот эту вот ссылку на это видео. И ему говорю, окей, проводи анализ всех этих данных. Вот сейчас наша основная задача это получить анализ этих этого видео. То есть он нам даст краску, краткую выжимку. Он просмотрит это видео, даст краткую выжимку, даст тайм-коды по этому видео, подробные тайм-коды. Мы можем задать временной интервал этих тайм-кодов. Он нам даст всю информацию об этом видео. И после этого, то есть после того, как он нам дает всю эту информацию, мы можем уже его непосредственно просить сделать SEO-описание для поиска по определенным ключевым словам. Либо какие ключевые слова он бы нам порекомендовал использовать для того, чтобы мы получили максимальное количество просмотров для этого видео. Видите, он сначала делит видео на несколько частей. То есть он дает нам краткую сводку, с какой по какой минуты происходит, что в этом видео. И эти тайм-коды мы можем уже скидывать непосредственно в раздел описания. Сюда забивать эти данные и получать дополнительное преимущество по сравнению с другими видео. Он нам сначала разбивает, то есть он говорит, что у него есть всего 6 частей транскрибации для этого видео. Если тебе нужно больше информации, вот я тебе выдал как бы основную часть. Если тебе нужна более глубокая информация, пожалуйста, да, говори мне несколько раз, что проси меня несколько раз сделать такую транскрибацию. Я выдам тебе все 6 частей. Соответственно, он по одной части нам сейчас будет выдавать. Я эту часть промотаю для того, чтобы не тратить большое количество времени. Мы эту часть сейчас промотаем. Вот, соответственно, он мне дал все части для этого видео. И дальше я его прошу на основе всех этих данных дай мне SEO-описание для этого видео, чтобы я мог получить больше просмотров через поиск. Пока он печатает, то есть он сейчас нам готовит полное SEO-описание для этого видео. Мы его также можем попросить добавить сюда хэштеги, мы можем попросить его добавить в ключевые слова. И мы можем спросить его, каким образом можно увеличить количество просмотров, каким образом можно продвигать, соответственно, это видео. И он нам будет давать все рекомендации, которые мы у него, соответственно, запрашиваем. Значит, что еще мы можем у него сделать? Мы можем на основе всех этих данных, то есть когда мы работаем в рамках одного окна с ним, мы получаем не только SEO-описание, мы получаем там тайм-коды. Мы можем его также попросить сделать нам обложку для этого видео. Давайте то же самое попросим. То есть он нам сделал SEO-описание. И давайте его попросим, сделай обложку для этого видео. Сделай обложку для этого видео. Конечно, для лучшего понимания задачи нам необходимо было бы его попросить сделать в таком-то формате, чтобы там детально описать промпт. Я не знаю, какую обложку он сейчас сгенерирует, но он сгенерирует обложку. Поэтому сейчас мы как бы глубоко не будем погружаться, но вы можете ему задавать какие-то уточняющие промпты. Например, в этой обложке должно быть то-то, то-то. В этой обложке не должно быть того-то, того-то. Ну, просто мы попросили на основе всех данных, которые у него уже есть. Мы его попросили сгенерировать обложку. Давайте посмотрим, что он нам выдаст. Вот. Он нам в данном случае выдал вот такую вот обложку, которую я, скорее всего, не буду применять. Но если бы я хотел применить, то я бы, может быть, что-то подкорректировал, либо взял бы за основу этой обложки и добавил какие-то свои элементы. То есть здесь необходимо нам более детально, конечно, описывать, чтобы он понимал, что мы хотим видеть. То есть то, что видит он и то, что видим мы, может не совсем совпадать. Но он выдал свою версию, соответственно, обложки. Наша задача сделать ее более конкретной, то есть добавить элементы, которые мы хотим видеть в этой обложке. Либо, соответственно, можно полностью взять ее и уже там в фотошопе добавить какие-то элементы, которые мы хотим использовать. То есть вот так вот все быстро делается. То есть мы создаем видео, мы создаем сцена, посоздаем, например, субтитры для видео на разных языках. Например, с помощью там CapCAD, либо еще какого-то приложения. Мы можем использовать магазин приложений для того, чтобы сделать тайм-коды, для того, чтобы сделать обложку, для того, чтобы сделать SEO-описание. Просто потом все это скопирую, копирую и отправляем видео на YouTube. Такое видео, то есть если раньше я немного затягивал, то есть не делал себе SEO-описание к своим видео, то сейчас буквально потратить несколько минут на то, чтобы создать себе полноценное SEO-описание, добавить его к видео и получить большее количество просмотров, используя искусственный интеллект. Но мне кажется, это очень круто. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Если есть какие-то вопросы, то обязательно пишите, пишите. Переходите в мой телеграм-канал, там очень много про маркетинг, про использование искусственного интеллекта в маркетинге. С вами был Грязуевич, пока.